У Козинской средней школы усе работы по подрыхтовцу установы проводили уластными силами. Наставник-дефектолог Вольга Гавриловец свержает, что это становится уже доброй традицией. До прикладу на закономленные сродки у ее класс закупили додатковую литературу и специальное обсталявание для коррекционной работы с вушнями. Мы сделали здесь капитальный ремонт, клеили, красили, покупали все, что было необходимо для строительства. Во-первых, это гораздо экономнее, я имею в виду, что это делали не строители. А во-вторых, то, что мы запланировали, мы сделали так, как мы захотели. Для проведения работ в установе было притягнуто коля 45 миллионов рублей, охверованных батьками навученцов. До того, что и выконкамам были выделены 60 миллионов, однако зумовой. Ремонт повинен быть проведены только уластными силами. Научились сложить плитку, научились шпаклевать, научились пилить, красить. То есть, все у меня в коллективе, мои работники могут делать любые виды строительных работ. Это несложно. Дело в том, что коллектив очень дружный, поддерживают друг друга. И нет такого, что это мое, это твое. Если берутся за работу, делают сообщать, делают все вместе, помогают друг другу. Наставники Прутковской средней школы лишат, что каблетам спростить процесс подрыхтовки, необходно биражливо ставиться до установы на протягу усяго навучального года. С самого раннего взрослого приучать детей до парадку. Все лета в школе так само все работы выконывали уластными силами. За выключением ремонта тепляльной системы, где спотребилась допомога специалистов. Я своих людей туда просто не могу пустить, потому что там должны работать специалисты. А остальное все мы сделали собственными силами. На сегодняшний день то, что сделано, это и подкрашены полы, и где-то мы обновили стены, стенды обновили, закупили по предписаниям оборудования. Это все за счет вне бюджета и собственных сил. Как свершить практика, представники голеной эдукации за разумением ставятся до потребования, проводят ремонт у школах уластными силами. И, проявляющие увесь свой творческий потенциал и натхнение, рубят усек, обрабят из першого вера, снеотшували утульность и комфорт у своих школах. Здесь, конечно, в основном пошли средства наших спонсоров, шефских организаций, помогли немного нам родители. Ну и основная масса работы, конечно, легла на плечи технических и педагогических работников. За последние годы в каждой школе сформированы бригады, которые умеют и штукатурить, и красить, и ремонтировать, и мебель обновлять и так далее. Поэтому в этом году каждая школа просто на удивление показала, какие и дошкольные учреждения, какие виды работы они смогли делать своими силами. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель», Мазырский район. Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель», «Гомель», «Гомель». Продолжение следует...